Друзья, добрый день, приветствую вас в этом видео. Сегодня я нахожусь в Ванкувере и у меня одна из, несколько деловых встреч есть, но одна из встреч у меня сегодня с Дарьей Молчановой. Прошу любить и жаловать, Дарья финансовый профессионал в финансовой сфере, обладает дезигнацией CPA в бухгалтерии и профессионально занимается ипотечным кредитованием и является ипотечным брокером в Ванкувере. Дарья, я тебя приветствую. Очень рада личной встрече, Глеб. Спасибо, что нашел минутку поговорить о насущных делах. Это точно. Мы сегодня будем говорить о деньгах, о том, как можно улучшать свое финансовое состояние, как пользоваться кредитами и самое главное, доступны ли все эти инструменты для тех людей, которые только переезжают в Канаду. Еще, возможно, нет статуса PR. Мы сегодня об этом будем говорить, сегодня разбирать, поэтому будет интересный разговор. Дарья, я тебя попрошу для начала, может быть, рассказать немножко о себе, как ты, скажем, пришла в эту индустрию и почему ты горишь этой темой. Глеб, я приехала в Канаду в далеком 2007 году. Я родилась в постсоветском пространстве, на Урале. С детства увлекалась математикой, театром, языками. Очень легко училась и очень многими вещами горела. Так сложилось, что я путешествовала по многим англоговорящим странам. Мира хорошо владела языком. Как у всех людей в молодом возрасте у меня были большие амбиции, которые привели меня в Канаду без особой подготовки, без просмотра YouTube-каналов, подобных тому, которые ведешь ты, без особых капиталов. И, по-моему, у меня было около 600 долларов с собой. И с тех пор я живу в Ванкувере. Естественно, я повзрослела. Я получила еще одно образование, закончила BCIT, получила себе дезигнацию. На все про все ушло около 8 лет. И все это время я продолжала работать и постепенно ползла по карьерной лестнице, параллельно понимая, кто я и что я. И пришла к выводу о том, что я человек, которому очень удобно и хочется работать в сфере денег, работать с людьми и повышать их финансовую грамотность и способствовать их финансовому благосостоянию. Последние несколько лет я работаю в ипотечной сфере. Небольшое отступление я с ранних лет столкнулась с моментом владения, распоряжения недвижимостью. Я получила неожиданное наследство. Это тема для отдельной беседы. И надела очень много ошибок. С тех пор я часто продавала, перепокупала, делала новые ошибки, училась чему-то новому. И в конечном итоге накопила достаточно опыта и смелости делать это на профессиональном уровне. И вот сейчас я здесь. Это очень интересно, потому что, знаешь, в наших странах, когда вот я жил в Украине, ты жил в России, да, я жил в России тоже, у нас владение недвижимостью, это никогда не было темой для обсуждения с кем-то. Это не было в основном там, то есть не говорили, ага, какой ты пытаешься купить и что. Ну, то есть, может быть, в последнее время тоже это меняется, тенденция, да, там последние, может быть, даже 10 лет, потому что я уже давно не живу там. Вот, но приехав в Канаду, я сразу увидел, вот насколько здесь это живая тема, ну, то есть, это и огромная индустрия, да, все, что связано с недвижимостью. И это как раз та сфера, где люди богатеют, да, и к этому здесь относятся абсолютно нормально. То есть, о недвижимости говорят мамы на детских площадках, люди, да, и это не то, что что-то плохое, а это вот именно тема благосостояния, да. То есть, вот как, возможно, в твоей жизни вот отношение с деньгами было, как ты относилась к долгу? Я могу потом поделиться своей историей. Я вообще человек, наверное, который пришел к тому, что происходит от обратного. Так сложилось в моей жизни, обстоятельства, были очень богатые родственники, были очень бедные родственники. И все вот эти вот кухонные разговоры, знаешь, которые и формируют твое представление о жизни, они создали некую такую финансовую кашу. Мне почему-то казалось, что люди, которые обладают деньгами, это обязательно какие-то плохиши, они не могут быть за тебя, они обязательно преисполнены какими-то эгоистичными мотивами. И это очень сильно ограничивало меня в том, куда я шла, но благодаря работе над собой я избавилась от этих стереотипов. И я очень люблю деньги, я говорю об этом вслух, и очень люблю работу с ними, и мне никогда не лень, и у меня никогда не заканчиваются силы на консультацию своих клиентов. А то, что ты говоришь касательно стереотипов, особенно в странах Восточной Европы, я с этим сталкиваюсь каждый день. Это даже не столько владение и распоряжение недвижимости, сколько вопрос долга, что и есть мой так называемый bread and butter. Да, ну сейчас об этом поговорим тоже, потому что у меня до переезда в Канаду отношение к долгу было таким, какое оно есть у многих наших соотечественников. Да, это что-то плохое, то есть у тебя не должно быть долгов, а если ты взял ипотеку на всю жизнь, это значит ты какое-то вот, что-то у тебя идет не так. Потому что круто было, это когда ты за кэш купил квартиру, дом, машину и все, это ты крутой считался, вот ты эти деньги заработал, ты отдал. Да, но здесь у меня представление в Канаде очень сильно поменялось, потому что я первый год работал с финансовым специалистом тоже. И я эту тему изучил изнутри, и я понял, насколько сфера финансов в Канаде развита, она легализирована, скажем, она прозрачна, да, то есть можно, и она огромная просто. То есть и тема ипотечного кредитования, и страхования, и банков, и так далее. Очень огромное количество инструментов, да, о которых мы сегодня тоже поговорим. И я понял, что долг это очень полезный инструмент обогащения, да, то есть создание вот этого какого-то благосостояния, то есть это просто умение работать с этими деньгами. Если ты научился, ты, возможно, станешь богаче. Если ты не научился, ну, значит, будут у тебя всегда вот эти вот как бы пробы и ошибки, и ты не будешь понимать, что происходит не так. Есть люди, которые зарабатывают 100-200 тысяч долларов, но не умеют правильными распоряжаться, и у них никогда нет денег, да, и они никогда не могут купить недвижимость и так далее. Вот, и поэтому это вот мое, так скажем, моя часть этой истории, вот, но давай, может быть, перейдем непосредственно к теме, которая интересна для многих, кто недавно переехал в Канаду, и ты в том числе работаешь с очень многими новыми мигрантами, ньюкамерами, которые приехали, в том числе и по Куэдвизе, да, то есть кто на временных статусах сейчас находится. Вот скажи, для них вообще, вот, самый, наверное, такой горячий вопрос, реально, в принципе, купить недвижимость, или они должны ждать только до получения пиара или даже до гражданства? Конечно же, реально купить недвижимость, я уже работала над множеством кейсов, и многие из них находятся в разработке, что удивительно, часто мы начинаем работать с Кьюэд-аппликантами, и они еще пока не имеют вида на жительство, но в процессе каким-то чудесным образом они его получают, но это не главное, можно купить. Самая главная загвоздка заключается в том, чтобы соответствовать тем критериям, которые выставляет банк, а именно, ты должен прожить и проработать в Канаде от года, ты должен, естественно, иметь первоначальный взнос, даунпеймент так называемый, и иметь какую-то сформированную кредитную историю. Кредитная история – это вещь, которая формируется в течение, может быть, от полугода, то есть она открывается в тот момент, когда человек открывает свои первые кредитные продукты. Это могут быть кредитные карточки, реже кредитные линии, чаще всего человек начнет с кредитных карт, может быть, телефонный счет. И если вы в течение нескольких месяцев, может быть, до полугода регулярно вносите платежи по этим кредитным продуктам, то у вас будет здоровая кредитная история выше 700 пунктов. То есть она не начинается от нуля, но, собственно, выше 700 мне и не нужно для того, чтобы обеспечить наилучшие процентные ставки для моих клиентов. Почему это важно упомянуть? Потому что не только ньюкамеры, но и люди, которые родились здесь или живут здесь годами, иногда приходят с нулевой кредитной историей. Такое тоже бывает? Да, бывает. Ты знаешь, на каждой неделе у меня встречается кто-то, даже, допустим, человек, владеющий жильем, но владеющим им без долга, то есть когда ты купивший жилье за кэш, может иметь нулевую кредитную историю. Это не значит, что она плохая, это значит, что ее просто нет. Это значит, что человек оплачивает все свои покупки с дебетовой карты или все еще полагается на кэш. И для канадских институтов у него нет никакой репутации. То есть они не понимают, каким он может быть заемщиком, благонадежным или неблагонадежным? То есть о нем просто нет информации, но если нет информации, то нет, как говорится, суда нет. Поэтому мы не можем начинать с того, чтобы обеспечить ему ипотечный кредит. Он сначала должен открыть несколько вот этих вот маленьких продуктов и показать себя, каким заемщиком он станет. И после этого мы можем использовать его доход. То есть были даже такие ситуации, когда человек зарабатывает, платит налоги, и когда мы идем в сделку, к сожалению, я не могу использовать этот доход, на который был заплачен налог. Хорошо, то есть ты сказала, вот для квалификации нужно иметь кредитный рейтинг, кредитную историю, нужно как минимум год прожить в Канаде. Наверное, какой-то должен быть все-таки доход. И вот у многих людей, знаешь, возникает вопрос, сколько мне нужно зарабатывать, чтобы мне купить недвижимость? Безусловно. Свои консультации, которые, кстати, абсолютно бесплатные, я всегда начинаю с того, чтобы человек объяснил мне, какая у него мечта или цель. Знать и мечту, и цель очень важно, потому что многие люди либо недооценивают свои возможности, или переоценивают. Естественно, мы будем стремиться к мечте, и тогда мы можем понять, достаточно ли у него дохода для того, чтобы купить то, о чем он мечтает. Касательно дохода, существует в Канаде, грубо говоря, две формы заработка денег. Ты можешь либо работать в найм, либо ты можешь работать на себя. С точки зрения ипотечного кредита, банки любят тех, кто работает в найм. То есть, возвращаясь к нашему примеру о Q8 аппликантах, у них есть необходимость проработать в течение года, прожить здесь в течение года прежде всего. Но если у них происходят какие-нибудь повышения зарплаты, я могу использовать эту зарплату уже начиная со следующего pay check, со следующего pay period. То есть, они не должны проработать на определенной должности или с определенной зарплатой в течение дополнительных двух, трех месяцев или полугода. Существует представление о том, что не должно быть испытательного срока. Это правило, но, как ты знаешь, есть правило и есть исключения. Поэтому, если ваша ситуация такова, звоните, мы обсудим это отдельно. Я сталкивалась и с исключением в том числе. Однако, многие люди предпочитают работать на себя, как мы с тобой, например. Это является возможным вариантом для получения кредита. Однако, для этого я должна использовать среднее арифметическое из заработка, задекларированного за два года. То есть, те, кто приехали совсем недавно, у них просто нет возможности показать доход в течение двух лет. Есть альтернативные источники финансирования. Есть B-банки, есть частные ипотеки. И они тоже являются вариантами, в том числе и для людей, которых пока нет миграционного статуса. Они могут по-другому посмотреть на вопрос дохода. Они могут использовать так называемую программу Stated Income, когда мы складываем все входящие доходы. Но я бы, наверное, не стала на широкую публику об этом говорить. Это будет чуть дороже. То есть, эта программа не для всех. Возможность есть. Звоните, обсудим Пашу конкретную ситуацию. Да, это безусловно. Потому что в каждой ситуации люди иногда думают, вот у меня там, не знаю, сосед или знакомый в другом городе взял ипотеку, значит, я вроде тоже столько же зарабатываю, пойду тоже возьму ипотеку. Но действительно, банки смотрят на каждого человека индивидуально. То есть, нет такого шаблонного подхода, что покажи нам вот это, вот это, вот это, и все, и мы тебе сразу дадим ипотеку. То есть, я моргиджи получал много раз. Я знаю, что каждый раз это что-то будет по-другому немножко. Но я к тому, что, вот ты упоминала, что нужно показать историю тоже своих доходов, да, или там два года, если в случае с self-employed, кто на себя работает. Что вот касается налогов? Потому что налоги очень важная тема в Канаде. Это, наверное, не знаю, может быть первая, может быть вторая после недвижимости, да, многие обсуждают налоги, мы должны платить самостоятельно, рассчитывать самостоятельно. Что касается налогов? Вот что ты здесь подскажешь? То есть, насколько, если человек, допустим, только недавно приехал, и он еще нет у него работы, он должен подавать налоговую декларацию или не должен? И как это может помочь в ипотеке? Я считаю, что подавать налоговую декларацию необходимо. Это прежде всего помогает самому человеку или семье в дальнейшем существовать в нашей экономической формации. Будет ли это покупка в ближайшие годы, или это будет вопрос иммиграции по множеству программ, иммиграционных существующих для людей с Украины, с украинскими паспортами или других людей. Но декларировать доходы – это наша вот такая вот хорошая привычка и ожидание. Даже если вы ничего не заработали, приехали 31 декабря, то есть фактически вы были в этом году на территории Канады, но не имели возможности ничего заработать, или не нашли сразу работу, обязательно декларируйте как минимум ноль. От этого начнется ваша так называемая история взаимодействия с гигантом под названием Canadian Revenue Agency. Я являюсь сертифицированным бухгалтером. Кто-то скажет, что я сапожник без запог, но я не декларирую свои налоги сама. Я всегда нанимаю отдельного специалиста. Почему? Потому что так же, как и в иммиграционном деле, так же, как и в сфере, связанной с ипотеками, в сфере, связанной с налогами, постоянно меняется законодательство. И человек, который работает над тремя-четырьмя сотнями кейсов за сезон, он будет намного более информирован, и он сможет подсказать вам то, что вы даже не знаете, может уменьшить налог, который вы заплатите в этом году, или вернуть больше налогов. Вот, собственно, и все. Так же существуют определенные инструменты финансирования, которые могут помочь вам, вашим деньгам расти, пока они находятся на накопительных счетах, и которые можно использовать в пользу первой покупки. Например, это счет, который появился в прошлом году, называется First Time Home Savings Account. Он позволяет каждому человеку положить до 8000 долларов в год, вне зависимости от его дохода. И эти деньги не могут, общая сумма накопления не сможет превосходить 40 тысяч, то есть у вас есть максимально 5 лет, чтобы их копить, и вы можете использовать их на первую покупку. Также есть RRSP инструмент. Для тех, кто только недавно приехал и, возможно, еще не обладает высоким доходом, я бы сказала, RRSP будет вторичным инструментом. Почему? Каждый год, когда вы декларируете свой доход, например, вы задекларировали 100 тысяч, возьмем ровную сумму, 18 из них, 18%, будет доступно вам в следующем году как RRSP Room, такой вот карманчик, и вы можете воспользоваться им, что уменьшит ваш доход, подлежащий налогообложению, Taxable Income, в следующем году. И таким образом человек заплатит меньше налогов. Да, да, но при этом он также может использовать эти RRSP накопления на свою первую покупку, не внося их в свой доход в том году, когда покупка была осуществлена. Эта возможность сдается только один раз, у нее тоже есть потолок 35 тысяч. Если слишком много информации, я всегда рада повторить все это. Вот, собственно, накопление подобного плана часто является источником первоначального взноса. С чем я еще сталкивалась? Часто люди, приехавшие из Украины, имеют там недвижимость. И, безусловно, обстоятельства сейчас не лучшим образом сказываются на ее стоимости или на возможности вообще туда поехать и эту недвижимость продать за любые деньги. Если это происходит, то деньги эти можно принести, они могут быть привнесены в Канаду в форме кэша, если это не очень большие суммы. При наличии договора о купле-продаже любой банк понимает, что там происходит. И я часто сталкивалась со случаями, когда семьи покупали, продав недвижимость там. Также вы можете получить подарки от богатых родственников. Надеюсь, что ваша жизнь преисполнена подобными людьми. В каждом банке будет свой формат принятия этих денег и какой процент от общей суммы кредита вы сможете принять в качестве подарка. Вот, поэтому вариантов очень много. Дарья, ты уже упоминала, что есть возможность для людей, у которых еще нет пиара, все равно брать ипотеку. Потому что вот у наших людей, я много общаюсь с иммигрантами, с тех, кто недавно приехал, те, кто только хотят переезжать даже. И у них есть такой миф или стереотип, или вот какой-то слух они слышали, что мы пока там гражданами не станем, нам ипотеку не дадут. Что якобы мы здесь на птичьих правах, временной. Вообще, кто нам хочет давать такие огромные суммы в долг? Это правда или нет? Смотри, Канада является страной иммигрантов, поскольку территория огромная, кто-то должен обслуживать эту территорию. Канада принимала, принимает и будет принимать новые рабочие руки, мозги. Поэтому канадские банки будут рады получить в своей сети новых клиентов, если эти клиенты соответствуют определенным критериям. Однако, безусловно, не стоит впрыгивать в покупку, если ты не имеешь какого-то намерения остаться здесь на долгое время. Хотелось бы упомянуть еще о том, что несколько лет назад был введен так называемый мораторий на покупку недвижимости иностранцам. Целью этого моратория являлась немножечко охладить рост цен в Британской Колумбии, которая всегда привлекала богатых инвесторов. И этот мораторий был в этом году продлен еще на 3 года. То есть все те люди, которые не имеют статуса постоянного резидента, они обязаны выплатить 20% от стоимости недвижимости при ее покупке. 20% это огромная сумма. Это сотни тысяч долларов может быть. Да, даже... Подожди, мы сейчас с тобой разговариваем. Это значит вообще никто из наших зрителей, те, кто временно не может претендовать на покупку? В том-то и дело, что нет. Читайте мелким шрифтом. А что там написано? Да, есть определенные условия, которые могут предоставить исключительные права, даже если вы еще не являетесь канадским пиар. В частности, таким инструментом является, например, BCPNP статус, provincial nominee статус. Очень многие мои клиенты, клиенты из Украины получают этот статус. Он может помочь им и в получении их пиар, и в том числе служить тем самым заветным билетом к кредиту, который не просто им достанется кредит, но и плюс они не будут должны 20% государству. То есть это для тех, кто уже подался на программу, провинциальную программу миграции, и их аппликация принята BCPNP программой? Да, в большинстве случаев этот процесс занимает 30 дней сейчас. Я в свое время тоже иммигрировала через BCPNP программу, у меня это заняло 4 месяца. К счастью, видимо, сейчас больше рабочих рук. Однако есть одна небольшая деталь. Часто 2 человека в семье работают, 2 человека покупают жилье, поскольку цены высокие, процентные ставки тоже, к сожалению, тоже. Да, и квалифицироваться иногда очень тяжело, если один человек работает, его дохода просто не хватает. Недостаточно. И, к сожалению, когда в иммиграции один человек имеет BCPNP статус, то второй идет паровозиком, а здесь такого не происходит. И поэтому, если оба человека покупают, то есть оба человека идут на титул, на вот этот кадастровый документ, то второй человек, к сожалению, должен будет заплатить половину своего дохода. То есть если у нас идет недвижимость 50 на 50, то второй человек заплатит 10%. Есть способ нотаризационный обойти этот момент в том числе, который может быть применен к ряду кейсов. Я с этим тоже сталкивалась. Поэтому лучше обсудить это уже на деле. Да, да. Еще ты упомянула интересный момент. Может быть, кто-то удивился в этот момент, когда ты сказала, что твои услуги бесплатные, и вот что можно тебе позвонить и какую-то консультацию даже получить. То есть объясни, почему бесплатно. Вот здесь, когда люди слышат бесплатно, сразу закрадывается сомнение. А что-то там не так. Какой-то сыр, наверное, в башуловке. Какой-то подвох все-таки есть, да. Да, вот такая интересная сфера деятельности, как mortgage broker, в том числе и риэлтор, который работает на покупателя. Наши услуги абсолютно бесплатны для клиента. Как это работает? Есть несколько критерий банков. Есть A-банки, те, которые вы можете видеть на улице. Это CBC, TD, RBC, Scotiabank, BMO и ряд кредитных институтов. Они предоставляют самые лучшие кредитные условия для клиентов. Но, соответственно, они предоставляют и самые высокие требования к ним. И именно эти банки, они абсолютно бесплатные для… То есть они оплачивают полностью работу у mortgage broker. Поэтому, обращаясь ко мне, вы получаете посредника, который отстаивает ваши интересы, который имеет доступ к ряду программ, о которых, возможно, в банке вам могут и не рассказать, который может торговаться для вас, чтобы получить вас как счастливого клиента, который распространит потом слухи о нас, напишет хорошее ревью. И, соответственно, мои услуги будут оплачены банком в этом случае. Есть альтернативные банки, B и Private Lenders, с которыми я тоже работаю. И иногда имеет смысл работать с ними и платить и за мои услуги, и за услуги банка, потому что такие банки берут как минимум 2% от кредита просто для того, чтобы эта сделка состоялась. И, например, не показывать полностью свой доход с налоговой точки зрения. Сейчас я не пытаюсь никого ни к чему привлечь, но обстоятельства бывают разные, особенно в частном бизнесе. Иногда мы не можем, чтобы и волки были целы, и овцы сыты. Вернее, наоборот. И поэтому B и банки – это тот инструмент, к которому я тоже часто обращаюсь. Часто обращаюсь к нему при консолидации долга, когда люди утопают в долгах, платят 20%, но имеют при этом, например, выплаченное жилье или частично выплаченное жилье. То есть спектр услуг в mortgage broker, он широкий. Но вы получите, скорее всего, больше, обратившись к нему, нежели просто пытаясь разрешить этот вопрос самостоятельно. Да, очень многие задаются вопросом, зачем мне идти к mortgage broker, если я могу пойти, вот есть банк у меня в районе, за углом и так далее. Я там уже давным-давно обслуживаюсь, меня там знают, пойду к ним и оформлю. Но я тоже всегда говорю, не то что отстаивая профессию mortgage broker, но просто открывая горизонт и немножко мышления, что обращаясь в один банк, окей, ты можешь пойти в этот, ты можешь пойти в этот, сколько у тебя займет времени, сил переговоров с пятью банками, чтобы тебе дали наилучшие условия. А так ты обращаешься к специалисту, который имеет доступ к этим продуктам всех этих банков, и он для тебя получает, и он за тебя и переговоры ведет, и документы оформляет, подает заявку и так далее. То есть очень большой, даже, может быть, риск, перекладывается на mortgage broker в плане того, что человек может не знать, как тот или иной документ лучше составить, предоставить. Иногда что показывать, что не показывать, но что такое тоже бывает. То есть есть такой, я слышал принцип, что не надо там всю подноготную свою сразу выливать, да, вот, то есть нужно очень грамотно с банком тоже в том числе и общаться. Мне кажется, в этом тоже ценность не только в том, что вы там бесплатно работаете для клиента, но в том, что вы предоставляете настоящую услугу, которая нацелена на клиента, а не на банк. Да, Глеб, полностью согласна с тобой. Хочется привести аналогию с работой иммиграционного консультанта. То есть все начинается прежде всего с разговора и с понятия о том, какова расстановка сил, правильно? Да. То есть бездумно подавать на множество программ, тратить на это деньги, тратить золотое время и получать отказы не хочется. Лучше поговорить с тем, кто хорошо разбирается, в каким образом, через какую линзу каждый банк рассматривает ту или иную ситуацию, не говоря уже о том, что иногда бывают какие-то моменты, которые нужно плавно обойти, и тогда уже одним снайперским выстрелом подать заявку именно в тот банк, в котором получится лучшее условие. В этой сфере все очень часто меняется. Есть банки, которые пытаются подсластить кредит сейчас тем, что предлагают кэш-бонусы. И если бы ты посмотрел мой инбокс, там просто можно сойти с ума. То есть каждый день они что-то понижают, повышают, предлагают какую-нибудь заманушку, какую-нибудь конфетку дополнительную. Человек даже самый осведомленный, со всеми ресурсами временными в мире не сможет это изучить, поэтому лучше доверьтесь профессионалу. На этом будем заканчивать сегодня. Я думаю, что у вас возникли в любом случае вопросы, потому что тема очень большая. Мы с Дарьей сегодня рассмотрели только такие основные моменты, которые, чтобы сформировать понимание. Но если у вас есть вопросы, вы можете написать их в комментариях. Возможно, Дарья посмотрит на какие-то ответить. Но, конечно, лучше в индивидуальном формате. Дарья, скажи сразу, как можно с тобой связаться, чтобы люди могли обратиться по личным уже ситуациям? Как у любого специалиста, у меня есть номер телефона. Я думаю, что мы разместим контакты внизу, чтобы сейчас не проговаривать. У меня есть веб-сайт. Вы можете написать мне имейл. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Я очень много сил и времени уделяю его развитию. И там как раз мои театральные таланты пригодились. Да, хорошо. Большое спасибо тебе за информацию. За время сегодня было очень полезно и интересно. Если, опять же, остаются вопросы, пожалуйста, обращайтесь к Дарье или пишите комментарии. Будем на эту тему общаться еще больше. Ну и увидимся в следующем видео. Спасибо, что были с нами. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok